Приветствую. Ну а помимо двух проездов Леонова, которые в принципе ничем не достопримечательны и по которым практически кроме от стоянок зданий хосписа и гаражей и разных каких-то там необустроенных территорий практически ничего и нету, также по району Ростокина проходит и первая улица Леонова. Интересно, что никакой второй улицы Леонова нет, то есть есть только одна улица Леонова, собственно первая, так что цифровое обозначение, номер этой улицы достаточно странный, можно было бы просто назвать, переименовать улицу Леонова. Конечно, когда-то было видно несколько улиц Леонова, может даже было и не две, может и больше, но в настоящее время сохранилась только первая улица Леонова, собственно одна улица и конечно вполне можно было бы ее переименовать просто в улицу Леонова. Проходит она от улицы до Кукина, до улицы Вильгерема-Пика. И на эту улицу выходит станция «Метро Ботанический сад» в начале улицы. И также рядом находится бывшая грузовая станция Ростокина. Ну, кстати, сюда же выходит и платформа «Железнодорожная платформа Ботанический сад Московского Центрального кольца», которая сейчас соединяется переходом с станцией «Метро Ботанический сад». Вот. Улица с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет около 800 метров. Ну, и фактически является проездом, потому что жилых домов на ней вообще нет. Вот. И то, что есть, это, в принципе, нежилая застройка, да и то, в принципе, ее не так много. Вот. Более правильно были проезды. Ну, проезды уже есть, поэтому, ну, так назвали улицы. Но, наверное, по сравнению с проездами, конечно, она намного больше и действительно больше, явно похоже на улицу, конечно, чем на проезды. Но, по сути, если взять, все-таки жилых домов здесь нет, а на улицах обычно жилые дома бывают. Как правильно. Ну, и вообще, изначально она называлась первой улицей села Леонова. Вот. А затем, в 355-м, в 364-м году составляла часть Большой Леоновской улицы, вместе с нынешней улицей Докупкиной. Вот. У нас она была еще в 1350-м году, по находившемуся здесь под названностью Леонова, вот, которая известна по грамме 16-го века и упоминается в грамоте великого князя Ивана Третьего в 1504-м году. Ну, в 16-м веке данное место было пустошье, приписанное к дворцовому приселку Свиблова. В 1573-м году Леонову принадлежало Карпову, в 1626-м году пожаловало князю Хованскому, при котором около 1633-го года была построена деревянная церковь при изоположении. В 17-м веке в Леонове существовала усадьба с Господским домом. Его оставалось в отчине Хованских до 1767-го года, когда его купил советник берг-коллеги Демидов, владельц уральских железоделательных заводов. Ну, при Демидове, который увлекался садоводством, то был разбит парк с редкими деревьями, растениями и устроен на Роджерее. После смерти его, а он умер в Леонове в 1821-м году, село было принадлежало Кономареву. В 1825-м году монфатор советнику Кожевникову, вырубившему большую часть парка для нужд, его в своей сухонной фабрике Сыневую. В 1867-м году село Леонову приобрел фабрикат Молчанов, владелец Сыневой фабрики в соседнем Ростокине. В наследство Молчанова была возобновлена Леоновская церковь, которая тихла в упадок, и была она освещена в 1860-м году. Вот то здание, которое мы сейчас видим, это как раз вот это то здание, построенное Молчановым. В второй половине 19-го века здесь стали строить дачи, было дачное место, старые парки потихоньку вырубались. Ну и сейчас здесь были дачи московских купцов Капустина и Красногорова, ну и сохраняясь остатки Демидовского дворца. А за дачами находилась Березовая роща с узкими дорожками, которые спускались к реке Ялти, которая тут рядом протекает. Кстати, Капустин издал брошюры Леонова в московном поместье Боярина князя Ивана Хованского. Но эта книга в настоящее время остается единственным наиболее полным трудом об этом старом селе Леонове. Но некоторые дачи продолжали существовать Леоной вплоть до 1950-х годов, то есть уже и в советское время. Но, в общем-то, они по большей части превратились в коммунальные квартиры. То есть их уплотнили, заселили сильно, и они, по сути, превратились в такие жилые дома, а не дачи. Ну и в 1160 году Леонов вошел в встав Москвы и стал потихоньку здесь застраиваться. Ну, конкретно эта улица не стала застраиваться жилыми домами, но окрестности Свиблова, Ростокина, они стали застраиваться. Ну, между парком и церковной землей располагалось село, да, от него до 2002 года здесь сохраняли еще несколько деревянных частных строений с участками, еще часть дачи какая-то сохранялась, хотя фактически село было, в общем-то, практически полностью разрушено уже в 80-х годах. Но какая часть сохраняла? И вот в 2003 году на территории парка бывшего садьбы Леонова был заложен сад будущего, ну, фактически парк такой, который назвали сад будущего, потому что его заложили участники Международной выставки молодежных научно-технических проектов «Экспонаука-2003». Ну, а на территории парка, который находится вот в саде Леонова, между храмом, вот, резоположением в Леонове и метро «Ботанический сад», начинается он, как раз, с метро «Ботанический сад» на реке Яузе, находятся два особо охранения природных объекта, это дуб старый и аллея старых либ, возраст которых, предположительно, уже около 250 лет. Ну, вот. Ну, собственно говоря, по этой улице здесь находится станция метро «Ботанический сад», как я уже сказал, которая была открыта в 1778 году, вот, и железнодорожная платформа «Ботанический сад МЦК», которая была открыта в 2016 году. Вот, и через них, в общем, идет подземный переход, они соединяются, идет подземный переход. Помимо метро и платформы, также и парка, также у этой улицы числится хоспис, вот тот самый, вокруг которого проходит второй проезд Леонова. Это по номерам 1, для онкобольных, онкологических больных, в общем-то, четвертой стадии, четвертой группы, ну, то есть для неизлечимо больных людей. 2002 года постройки. Также Леоновское кладбище, по номерам 8, которое было основано в 1920-х годах, еще в подмосковной селе Леонове. Ну, а в состав Московской кладбище, естественно, вошло в 1960-м году, вместе с селе Леонов, вошло в состав Москвы. Ну, и также Российский геронтологический научно-клинический центр по номер 16, это филиал Министерского университета имени Пирогова, шестиэтажное здание, бывшее НИИ геронтологии. Вот, собственно, и все, что здесь есть. Жестных домов тоже здесь нет, аж как и на проездах. Вот такая территория, очень хорошо зелененная вся. Ну, естественно, и парк сам есть, да и по другой стороне тоже хорошее зеленение. Вот, так что здесь летом очень приятно. Движение тоже здесь не очень сильное, ну, хотя, конечно, машин бывает довольно много, но в часы и пик. В основном, а так, в принципе, не очень много. Ну, в парке движение не ощущается, поэтому, что очень спокойно, хорошо можно погулять. Вот этот парк сад будущего, это, конечно, несомненно, главный объект для нашего с вами внимания. Вашего внимания, чтобы сюда прийти, и я очень рекомендую здесь побывать. Тем более, находится он прямо рядом со станцией метро. Ботанический сад, так что особо никуда идти не нужно. Приехали, вот сразу. Вот, только надо просто выйти правильно. Вот, не в сторону проезда Серебрякова, а в другую сторону. В сторону, как раз вот улица, первая улица Леонова. Вот, и улица Вильгельма Пика. Ну вот. И тогда сразу попадем в здание Круглого Бесебюля. Сейчас это советует, потому что когда-то у этого метро был только один выход. Вот, как раз сюда. А второй построили попозже. Вот, на проезда Серебрякова. И так, что там на Снежной улице, это уже потом построили. А когда-то был один выход. И он сделан такой вид по Круглого Бесебюля. Ну, немножко напоминает статус метров ДНХА. Ну, вот, и как раз вот сюда надо выйти. И сразу попадем вот в этот парк сад будущего. Который еще заложил купец Капустин в XII веке. Ну, а сам парк, как я сказал, уже был назван в 1933 году. Интересно, здесь Леоновский пруд, фестивальный сад. На месте бывших дачных участков и яблоневых садов. Ну, не только яблоневых, вообще садов дачных. Ну, и пешеходные дорожки, березовые аллеты, аллея с таким реликтовым дубом. Липовая аллея, аллея новорожденных. Скамейки есть, много деревьев, кустарников, газоны есть, пергола, родник и детские игровые площадки. Так что приезжайте, это самое главное. Ну, естественно, храм тоже посмотрите. Он прям там в конце парка находится. Туда можно пройти, крат через парк. Очень удобно. Ну, еще называют это Леоновский парк. Вот официально называется парк сад будущего. Ну, а так, в принципе, сейчас называют Леоновский парк. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.